Blizzard Entertainment представляет Гробница Саргераса. Предыстория дополнения World of Warcraft Legion. Автор Роберт Брукс Гробница Саргераса. Часть 4. Воин-одиночка. Кадгар дрожа медленно поднялся на ноги. Все тело ломило от боли. Осколки тающего льда соскальзывали на пол и разбивались. Так, наверное, выглядит смерть. Оцепенение, холод и горечь полного поражения. В коридоре было темно. Кадгар рассеянно создал шар света, и из темноты проступил каменный завал, перекрывавший вход. Гул'дан был на другой стороне. И в его руках было достаточно сил, чтобы устроить в Азероте апокалипсис. Кадгар подавил нарастающий ужас. Гул'дан еще не открыл путь Легиону. Возможно, подействовал преподанный Верховным Магом урок истории. Он призвал еще один магический клин. Вогнал его между камней и принялся разбирать завал. Еще не все было потеряно. Надежда еще жила. Он должен был верить в это. Килджеден молчал, Гул'дан нет. «Я не думаю, что Кадгар лгал», — спокойно сказал Орк. Надриноре Гарны тоже успокаивались перед пиршеством. «Другой Гул'дан. Он умер здесь от рук Легиона, так?» «Таааак!» Гул'дан наклонил голову. «Что ж, пылающий Легион не чтит свои договоры». С этой новой силой ему был не нужен Легион. Он мог захватить Азерот в одиночку и испепелить всех, кто посмеет противостоять ему. Первой жертвой будет Кадгар. Но смерть в огне будет слишком почетной для него. Другой Гул'дан поднял остров из-под воды. Пожалуй, будет уместно опустить его обратно в пучину. Сколько Верховный Маг сможет продержаться под водой? Было бы интересно проверить. «В глубине души я всегда знал, что наш договор фальшивка», — сказал он. «Это потому, что ты глупец. Такой же, как и тогда». Голос Килджедена был полон осуждения. Гул'дан засмеялся. «По крайней мере, я предупрежденный глупец», — сказал он. Но Килджеден не закончил. «Я был рядом, когда ты впервые поклялся нам в верности. Твой разум всегда был отравлен ложными амбициями». Сквозь спокойствие Гул'дана прорвался гнев. «Ложными!» С помощью своей новой силы он дотянулся до Килджедена и посмотрел в лицо Эридара. «Ты с самого начала собирался избавиться от меня». Горящие глаза Килджедена смотрели на Гул'дана, не мигая. «Нет, Гул'дан. Славых мы соблазняем безделицами и мелкими наградами. Тебя мы обещали несравнимо больше!» Гул'дан усмехнулся. «Большой рыбе — большая приманка. Но вы все равно сожрали бы меня!» «Ты умер за то, что предал нас! Ты должен был помочь моей Эрде уничтожить сопротивление этого мира! Однако в момент истеры ты покинул ее! Ты разделил ее армии, чтобы присвоить это место себе! Наши планы обратились в прах! Ты заслужил ту судьбу!» «Это был не я!» — заорал Гул'дан. «Предательство у тебя в крови! Я притащил тебя сюда на поводке, потому что ты все еще слишком глуп, чтобы оценить свой истинный потенциал!» «Даже сейчас ты веришь, что твоя сила незначительна! Ты слеп!» Килджеден восседал на гигантском троне из металла, сверкающих кристаллов и прочих материалов, которых Гул'дан никогда раньше не видел. Теперь демон поднялся. Обостренные чувства позволяли Гул'дан увидеть фрагменты иного мира. Он чувствовал запах, чувствовал вес. Ему было интересно, как называется это место. И посетит ли он его когда-нибудь? Что нужно сделать, чтобы завоевать такой мир? «Я надеялся, что ты будешь дальновиднее своего предшественника. Возможно, эти надежды еще сбудутся». «Боюсь, ты снова будешь разочарован, хозяин», — сказал Гул'дан. «Я не вижу причин отказываться от своих ложных амбиций». «Безнадежно. Чтобы разобрать завал, нужно было много дней. А чтобы восстановить Гул'дана, возможно, оставались считанные секунды. Каменная гора казалась бесконечно огромной. Возможно, стоило копать там, где стены были не такие толстые. Где пол не такой толстый. Может, создать еще магических элементалей? Нет, они слишком слабы». Мысли Кадгара все время устремлялись вдаль. На что будет похож конец Азерота? Все ли поглотит огонь? Сколько людей станут рабами? Сколько героев предпочтет предательство смерти? Сколько еще миров они захватят во имя Легиона? Затем прозвучал голос, изменивший все. «Похоже, ты справляешься не хуже, чем я ожидала, верховный маг». Кадгар не обернулся, не желая показывать свое облегчение. «Я рад, что мы подняли достаточно шума, чтобы привлечь твое внимание. Можно ли прорваться внутрь? Где стены тоньше всего?» – спросил он. Маев в песнь теней встала рядом с ним, рассматривая завал. «Найдем. Гул'дан один?» На этот вопрос оказалось неожиданно трудно ответить. «Для простоты скажем, что да. У нас мало времени». «Разумеется», – откликнулась она. «Маев. Голос Кадгара был мрачен. Она вернулась. Она имела право знать. Я не справился». Она равнодушно глянула на него. «И?» «Мы с тобой уже не сможем его остановить». «Однако ты не убегаешь». «С этим трудно было спорить». «Значит, решено», – ответил Кадгар. «Сюда». Она повела его по восточному тоннелю. Килджедан наклонился вперед. Воздух вокруг него задрожал. «С самого начала ты верил, что судьбой тебе уготовано заполучить силу. Это так. Ты также верил, что станешь сам себе хозяином». Следующие слова прозвучали приговором. «Этого никогда не будет». «Неужели?» Тихо откликнулся Гул'дан. «Учитывая обстоятельства». «Каждое существо служит хозяину. Даже я. Перед каждым стоит этот выбор. Служить или умереть в одиночестве». Гул'дан не дрогнул. «Возможно, однажды ты преклонишься передо мной, искуситель», – сказал он. «Как далеко ты сможешь зайти? Сколько миров сможешь подчинить? Сила, которую ты получил, не вечно. Ты – ничто перед Легионом». «Посмотрим». «Служение – это не рабство. Ты будешь служить мне. Другие будут служить тебе. Представь себе, каково это – иметь столько душ подчинений. Представь себе бойцов Легиона, преклоняющихся пред тобой. Представь, скольких ты испепелишь для нас». Гул'дан окинул Килджедена взглядом. Всю его мощь. Всю его ярость. «Но он больше не заставит меня подчиняться», – подумал он. «Мне не нужны пустые обещания». Килджеден, казалось, ощутил, как пропасть между ними растет. «Хватит, Гул'дан. Делай выбор. Ты можешь доказать свою преданность. Верни свою силу в портал и открой его. Или ты можешь снова предать нас. И тогда все, чего ты успеешь достичь, прежде чем мы тебя уничтожим, – это гибель нескольких незначительных смертных». Напоследок Эридар добавил. «Знай, ты можешь называть меня Искусителем, но я не лгал тебе ни разу. Ни в этом мире, ни в твоем». С этими словами Килджеден оттолкнул сознание Гул'дана. В зале было тихо, и Гул'дан наконец остался один. Килджеден был далеко отсюда. Тишину нарушало только слабое подрагивание. Кадгар пытался пробиться обратно. Бесполезная затея. Что касается Пылающего Легиона, это было простое решение. Дни служения для Гул'дана закончились. Его ничто не могло остановить. У него не будет хозяев. Зерно сомнения закралось в его мысли. Он поморщился и подождал, пока струящаяся по его жилам мощь сотрет сомнение в пыль. Этого не произошло. Гул'дан начинал злиться. Возможно, в этом была непреодолимая слабость смертных. Неуверенность. Он взвесил свои ощущения. Он был абсолютно уверен в силах, которые только что обрел. Откуда же это сомнение? Пол снова задрожал. Кадгар. И теперь он был не один. Гул'дан ощущал присутствие Маев «Песни теней». Она вернулась. Это было неожиданно. Когда Гул'дан видел их в последний раз, они были врагами. Его беспокоило, как быстро они сработались. Они хотят прорваться к нему. Прекрасно. Пусть идут навстречу смерти. Их гибель поможет ему освежить голову. А после в Азероте не останется никого, кто мог бы противостоять Гул'дану. Кроме... Вот оно. Вот откуда взялось сомнение. Кадгар был побежден, он, однако, не сдавался. Песнь теней была против самого присутствия Верховного Мага, но рисковала жизнью, чтобы помочь ему. И это только двое. Были и другие. Другие. Вместе. Вместе они сразились с Железной Ордой и победили. Вместе они пошли в бой против Оскверненной Орды. Они вошли в цитадель Гул'дана, и она рухнула. Вместе они восстали против Пылающего Легиона. Победили Архимонда. Если он не обратил их в бегство, значит, ничто не обратит. Гул'дана охватил ужас. Он оказался в необычном мире, населенном существами, еще более упорными, чем сам Верховный Маг. И Гул'дану придется сразиться с ними. Одному. Свободному. Но одному. Гул'дан не знал, на что теперь способен. Но мог оценить противников. Он долго стоял посреди гробницы. Думал. Подсчитывал. Из стены посыпались камни. Гадгар протиснулся сквозь дыру. Маев последовала за ним, держа серповидный клинок на готове. Они вместе рванулись к корку. Гул'дан оставался безучастным. Они атаковали. Он отбросил их, не подняв даже пальцы, и нападающие отлетели через весь зал. Маев перекувернулась в воздухе и изящно оттолкнулась от стены. Гадгар просто совершил скачок. Еще атака. На этот раз Гул'дану пришлось слегка пошевелиться. Клинок Маев едва не задел его горло. Кадгар вызвал ледяной дождь. Гул'дан хлопнул в ладоши и заставил столкнуться две стены зеленого огня, которые должны были раздавить Кадгара, но тот успел отскочить. Песнь теней снова оказалась слишком близко. Он потянулся к ней, собираясь вырвать душу из ее тела. Но Кадгар был тут как тут. Он сдержал мощь Гул'дана. И Маев успела отступить. Помогите мне понять. Гул'дан был до странности спокоен, чем сам себя удивил. Почему вы боретесь? Ведь вас ждет смерть. Тогда убей нас, если сможешь, бросил Кадгар. Песнь теней выпрямилась и дважды стукнула клинком по колонии в молчаливом согласии. Гул'дан не сомневался, что может убить обоих. Но они уже должны были погибнуть. Это упрямое сопротивление. Вот с чем ему придется сталкиваться в этом мире снова и снова. Кадгар и Песнь теней были первыми из многих. Я не смогу победить всех в одиночку. Гул'дан мог убить этих двоих или он мог покориться Пылающему Легиону. Он закрыл глаза и со стоном отпустил чудесную мощь. Тогда Килджедан направил ее к порталу и стены гробницы засияли ярче полуденного солнца. Острое чувство потери охватило Гул'дана. Вся его сила ушла. Гробница не просто использовала ее. Она ее поглощала. Ужасные звуки, великолепные звуки, оглушительные звуки. Весь этот грохот оповещал о создании коридора между мирами. Внезапно путь открылся. Ветер из другого измерения ураганом ворвался в зал. Кадгар и Маев рухнули на пол, цепляясь за камни. А затем Гул'дан услышал знакомый голос. Молодец! Ты действительно дальновиден, как я и полагал. Слова Килджедана больше не гремели в его голове. В этом не было нужды. Гул'дан ощутил что-то новое, исходящее от пылающего Легиона. Доверие. Это было головокружительное чувство. Что я должен делать? Спросил Гул'дан. Смотри, вот твое наследие! И Килджедан показал Гул'дану великолепие Легиона. Свет залил марширующие колонны, тянувшиеся, насколько хватало глаз. Они были готовы. Всегда были готовы. Но до сих пор им некуда было идти. Теперь же водоворот силы позвал их в другой мир, и они с радостью покорились. О таком я даже не мечтал! Прошептал Гул'дан. Это начало падения Азерота! И правда. Перед Легионом лежал Азерот. Гул'дан стоял и смотрел, как войско устремляется вперед. Только вперед. Вскоре он присоединится к ним. И среди них он будет не слугой. Нет. Он поведет их. Стук сердца в ушах Кадгара тонул в выживавшем перед глазами кошмаре. «Бежим, Маев!» – закричал он, бросаясь прочь. Она не отставала, но не говорила ни слова. Ни о чем было говорить. Пылающий Легион вновь вторгся в Азерот. Гул'дан исчез из виду. И на его месте моментально появились другие. Множество других. Кадгару и Маев оставалось только спасаться. Легион шел за ними по пятам. Кадгар не оглядывался. Стены вокруг него мерцали и осыпались. Каким-то образом Гул'дан сумел уничтожить пять печати прямо под носом Кадгара, и портал ожил. «Я не могу восстановить печати», – отчаянно думал Кадгар. Он не мог даже вообразить, какая на это потребовалась бы мощь. Поэтому он бежал. В дверной проем светило солнце. Маев опередила мага и бросилась на север. «Я возвращаюсь в казематы. Отвлеки их!» Кадгар повернул на восток. «Удачи, страж!» «Удачного боя и легкой смерти!» Он широко раскинул руки и взлетел вороном, окутывая себя магическим сиянием и звоном. Уловка сработала. Его полет сопровождал хор криков. Маг оглянулся. Внизу кишел авангард армии, пришедший захватить этот мир. Небо потемнело, скрытое за столбом зеленого дыма, поднимавшимся с острова. Там он увидел знакомую фигуру. Гул'дан парил среди этого ужаса. И его хохот вторил следующим за ним демоном. Орк указал на Кадгара. Крылатые бесы ринулись исполнять приказ. Кадгар летел так быстро, как только мог. Силы легиона от него не отстанут. Возможно, он выиграет достаточно времени для Маев и Стражей. Или нет? Ведь все же она вернулась. На фоне грандиозного поражения это была маленькая победа. Но ведь победа! Он поймал воздушный поток и взмыл в небо. Теперь Маев уже не имела значения, как и Кадгар и даже Гул'дан. Легион нужно остановить. Кадгар потерпел поражение. Ему нужны были ответы. Ему нужна была помощь. Если он останется здесь, его ждет только смерть. Поэтому он летел. Демоны не отставали, даже когда расколотые острова остались далеко позади, и океан простерся до горизонта. Он предупредит Керинтор, Альянс, Орду, всех. Они откликнутся. Как откликнулась Маев. Он должен был верить в это. Великий кошмар начался. Никто в Азероте не переживет его в одиночку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok